Красивые и умные женщины, все они лидеры по натуре и в то же время неравнодушные к истории своей страны, ее судьбе, прошлому и будущему. Эта встреча в редакции областной газеты «Заря» как раз про это. Представители Белорусского союза журналистов и Белорусского союза женщин встретились за круглым столом накануне важной даты – Дня народного единства. На этом мероприятии мы хотели бы обсудить то, почему мы долго шли к этой дате, почему она отмечается с этого года, вспомнить нашу историю, как это было, как жили белорусы в те годы. Потому что, к сожалению, на страницах нашей периодики в интернете за эти годы, за последние десятилетия было очень много опубликовано материалов, которые, я могу четко сказать, далеко не соответствуют действительности, не соответствуют тому, что происходило тогда. Обсуждали, говорили о многом, но с привязкой к событиям 30-х годов. Как жили, выживали исконные белорусы под Панами, легко ли им было? И был ли сладостен момент воссоединения Западной и Восточной Беларуси? Кстати, об этом и не только в те годы писали газеты. Я коренная брещанка, и я прекрасно понимаю, что Брестская область, она присоединилась одна из последних, и поэтому 17 сентября для меня, конечно, много значит. И я в этом вижу исторический момент, который должен быть отражен в юбилейных датах, в датах, в знаменательных датах нашей страны. Настоящим открытием, откровением этой встречи стала презентация книги уроженки Гродна, но брещанки по сути, Татьяны Чернышовой. Картинки с улицы Босняцкой. Это настоящая хроника событий, происходящих в Западной Беларуси 20 века. В ней собраны фотографии того времени, истории реальных семей в самые тяжелые периоды прошлого столетия, на которые пришлись кровопролитные войны. На фоне глобальных изменений в центре повествования судьбы простых людей – белорусов, поляков, евреев, русских. А узнала об этом автор из рассказов своей бабушки. И вы знаете, то, что она рассказывала, вот сегодня даже уже с высоты моего возраста, вот фотографии. Первая мировая война. Бабушка моя, вот тут в платочке первая, немцы заставили детей и подростков, со всех деревень согнали, валить лес в нашу Беловежскую пущу. И дети вырубали этот лес, и немцы увозили это все. И вот напоследок немцы сфотографировали все, вот офицеры, два солдата, и эти дети, которые валили лес. Вы понимаете, есть бабушкин паспорт. Первый паспорт выданный немцами, потому что там им какие-то денежки дали. И вот эти факты, которые копились очень долго, в один, как тут сказать, в определенный момент я вдруг поняла, что я это знаю, мне это рассказали, а мои дети этого не знают. И тогда автор, которая в то время стремительно теряла зрение, решила во что бы то ни стало сохранить эту память для потомков. Научилась методу слепой печати, а набрав исходник, год назад обратилась в редакцию газеты «Заря» с просьбой помочь в издании материалов. Материалы – семейный архив, тут нет ни одной фотографии чужой, здесь нет ни одной истории выдуманной. Самый такой вот мой интерес, и интерес тех, кто уже посмотрел эту книгу, он, ну как тут сказать, направлен на то, что какая связь была между людьми. Какие были семьи, как дружили дворами, как дружили домами, как люди вообще жили, 20-й век. После увлекательной презентации книги участники встречи смогли погрузиться в историю создания и развития старейшего и самого известного областного издания – газеты «Заря». Ведь ее история неразрывно связана с историей нашей страны, ее прошлым и будущим.